Народная славянская радио Всем здравия! С вами Народная славянская радио Алексей Орлов. Сегодня мы встречаемся с Ладой Ведуньей. Здравия тебе, Лада! Здравия! И поговорим мы в нашей передаче про гадания в зимние праздники. Вот о многом мы говорили. Вот пока еще про гадания только не гутарили. Вот давай немножечко об этом и поговорим. Что же такое гадание? Какие зимние праздники мы будем сегодня рассматривать? Гадание на зимние праздники – это вообще традиция наша русская. И все девушки и мужчины тоже обязательно на эти дни гадали. Когда же у нас начинается? Самое волшебное время, конечно, для гадания – это Каледа. Это с 26 декабря по 6 января. 12 волшебных дней. Это самое лучшее время для предсказаний, гаданий, магических обрядов. Вообще считается, что в Карачун старое солнышко умирает. И потом 25-го нарождается новое солнышко Каледа, начинается новый Калагод. И как бы он связан с числом 12 циклом, то есть 12 дней – это как 12 месяцев года. Поэтому у нас, так как новогодняя такая передача, у вас еще есть время и до 6 января включительно еще неделечку погадать. И святочные гадания считались даже в церкви, то есть нынешние. Они и то как бы являются рождественские гадания, святочные, хотя вот это как бы порицается у церкви именно христианской. Но несмотря на это, все равно люди, даже те, которые к этой религии относятся, они все равно очень любят погадать. Гадать, потому что, я так говорю, самые волшебные дни в году зимние. Но мы будем гадать не только с вами в них, но и 12 января. Это у нас будет огненный меч, это день перронового родения. Также будем гадать с вами 28-го на очень магический праздник Кудесы 28 января. Сейчас я про все вам расскажу по очереди. С чего мы начнем-то? Расскажи. Давай начнем. Вот у нас уже начались новогодние праздники. И многие люди, те, которые включают голову наконец-то, они просто сидят перед зомбоящиками и в себя засовывают салат и заливают не пойми чем его. Они все-таки задумываются, а как жить на этом свете так, чтобы потом не было стыдно за прожитые годы, чтобы потом душа не болела. Многие люди начинают что-либо хорошее или с понедельника, или с Нового года. Вот сейчас у нас есть возможность, у тех, кто начинает задумываться о жизни, войти в Новый год, в новую жизнь с новыми какими-то устремлениями. И, как ты правильно сказала, есть определенные такие реперные точки или точки отчета, которые можно брать за основу. И вот одна из таких точек после 1 января, ближайшая по тому календарю и по той традиции, которую представляешь ты, это 6 января. Водокрес, который, кстати, пересекается и с родноверческим календарем. Там тоже водосвятие, Ярдана, Турицы зимние, 12 день зимних святок, их окончание и так далее. То есть мы видим здесь пересечение. Так что вот, наверное, с этого мы можем и начать. Хорошо. Ну, давайте начнем с 6 января, потом еще более подробно расскажу именно о новогодних гаданиях. Почему перед 6 января, перед водокресом очень важно до водокреса изменить свою судьбу? То есть если у вас год был тяжелый, год сложный, то есть было много неприятностей, надо до 6 января обязательно поменять свою судьбу. И, естественно, до 6 января считалось, что если все что-то узнаешь, это прогноз на весь год можно было делать. То есть как таковое в магии считается более положительным предсказание на 3 месяца, потому что мы постоянно можем перейти на другой путь развития событий, изменить как-то свою судьбу. И с 6 января это как бы такая точка отсчета, когда уже сложно что-то изменить в течение года. То есть то, что у вас с 6 января происходит, это уже то, чего вы достигли вот в эти дни изменений. То есть как таковой, и получается, что с 26, то есть с Калиды, начиная по 6 января, это как раз самый есть рэпер. То есть это 6 дней главных рэпера как раз вот с 1 января. И начало рэпера идет вот с 26, с Калиды. То есть с 26 по 1 нужно максимально очистить себя, дух, душу свою, тело. То есть сделать все, что мы можем для этого. Банные процедуры. Почему так любили у нас, да, на Руси париться ходить, именно в зимние не работали, именно занимались очищением телес. Что такое пост, да? Это очищение телесы, духа и все. И то есть занимались постом именно телесным. Очищали телеса, очищали дух, мысли. Делали маронки. Вот. И с 6 января у нас как раз такой вот рэпер, в который мы входили. Если мы все это успели сделать, что-то вот было плохое, убрали, изменили, то после водокреса это на весь год с вами остается. Там может меняться в плюс-минус, вот это судьба, да, но как таковой она будет по основной линии идти. Поэтому очень важно вот перед 6 января увидеть свое будущее. И если оно вам не нравится, это изменить. Сейчас тоже расскажу, как менять, чуть-чуть попозже. Значит, перед 6 января у нас было множество гаданий. Гадания тоже сейчас про них расскажем. Я именно подготовиться как. Но мы быстренько по календарю пройдемся, потом, наверное, вернемся ко всем гаданиям. Вот, перед 6 очищение делается. Делаются гадания, ну, такие распространенные, с валенком. Слышали, наверное, да, все? Вот, на ту сторону, в какую выйдешь замуж кедаешь. Ну, то есть, валеночек, и куда носок укажет, там и муж твой, да, будущий. Есть такие распространенные гадания с зеркалами. Вызывание образа будущего жениха. Но я бы не рекомендовала его использовать. Единственное гадание с зеркалом, которое я, в принципе, рекомендую использовать, это зеркальце можно на ночь положить под подушку. Это вот как раз перед 6 января делается. Зеркальце кладешь под подушку. С утра зеркальце обливаешь водой и выкладываешь на мороз. И по рисунку, который на зеркальце, уже определяешь ответ на свой вопрос. Даже бывает образ вырисовывается. Ну, были такие случаи, когда лик совпал с реальным образом человека. С ликом человека совпадает вопрос на ситуацию, ситуация раскрывается. То есть, мороз, батюшка наш, он рисует нам как раз картинки будущего при помощи зеркала. Это как раз перед 6 января делается. То есть, такие вот именно святочные, как говорят, гадания. Значит, еще какие есть? Ну, девчонки-то, конечно, перед 6, прям в ночь с 5 на 6 очень много гадали. И это самый такой гадальный день. Вот, значит, что делали? Ну, много было разных. Придумывали все, что угодно. Но вот самое распространенное, это ниточки брали. Брали красную шерстяную нить и одинаковой длины. Собирались всеми, да. И поджигали эти ниточки. У кого быстрее сгорит, тот быстрее замуж выйдет. Ну, это такие больше, наверное, шуточные гадания. Но они точно определяли судьбу. Потому что перед 6 января, как такового, как таковое с 5 на 6 января, все, что вы предскажете, увидите, это как бы вы не подгадали, это все равно сбудется. Поэтому с этим надо быть осторожным и очень аккуратным. Так, что еще какие у нас есть? По теням очень распространенное гадание. Это когда берешь бумажку, загадываешь вопрос, поджигаешь ее, потом на свечке тень от этой бумажки просвечиваешь на стену. То есть, сзади свечку ставишь в бумажке и смотришь, что за тень отбросилась. Гадание на воске, это вообще вот самый распространенный. И его делают как раз вот с 5 на 6. То есть, что делается? Воск растапливается в кружки, наливается молоко в блюдечко и ставится у порога квартира или дома. И мы зовем, конечно, кого мы можем позвать, да? Кого? Домового. Домовому мы говорим. Домовой хозяин мой, приди под порог попить молочка, поесть воска. И наливаем туда воск, молочко. И смотрим за тем, что происходит. И смотрим по картинке, что нарисовано. Если застывает крест, то, значит, будет много проблем со здоровьем. Если снежинка, это хорошо, это все как бы заново, все сначала. Значит, если много капелек отдельных, то, значит, это будет много денежек в доме. Цветочек – это, значит, к любви, к ладу в семье, к детям, если у детей нет. Ну, соответственно, если мордочка какая-нибудь страшная, то тут уже надо смотреть на негатив. То есть, надо бегом к ведущему человеку и смотреть, нет ли у вас какой-нибудь бяки. Вот, но вот я бы еще гадание на воске рекомендовала сделать в середине, то есть 1 января. Потому что, чтобы был какой-то запас времени, когда уже с 5 на 6 покажется, что у вас бяка какая-нибудь, а вы не успели это снять. Ну, на водокрес, конечно, снять можно. Просто вопрос найти свободное место на водокрес у ведущего человека. Вот это сложно. Вот, поэтому я рекомендую еще 1 числа вот гадание на воске провести обязательно. Вот, если полоски, то дороги. Опять-таки звездочки – это повышение его удачи в учебе. Если какая-то фигурка там человека, посмотрите, что за фигурка, на какого человека похожа. Это, скорее всего, ваш друг. То есть, в зависимости от воображения, трактовки, то есть, то, что приходит первое на ум. В святочных гаданиях очень важно, что то, что пришло в голову на ум, то и правда первое, что пришло. Потом уже выдумывать не стоит. Вот именно тот образ первый, который пришел, то и правильно. Вот, допустим, подковка, если тоже мозгом выльется, то это вообще очень большое счастье, радость, прибыль. То есть, по-разному смотрим. То, как внутренне идет. И этот воск можно, в принципе, сделать себе талисманом. Мы вообще, когда... Обязательно мы гадаем с 5 на 6 с воском, и воск этот храним в красном углу. То есть, там, где у нас стоят чуры, у нас там всегда лежит воск с 6 числа, и со 2 февраля на громницу, обязательно на кудес мы с 28 на 2 все дни гадаем. И тоже воск обязательно такой атрибут. Мы его выливаем, и как талисманчик себе он у нас служит. То есть, на 2 февраля это оберег, а вот именно на 6 января это талисман. То есть, талисман то, что притягивает оберег, или амулет по-другому называют, это то, что отталкивает зло, например. Вот. Но гаданий было, опять-таки, много. И оклик прохожих, и гаданий по книге. Ещё интересное гадание, но тут уже больше, наверное, к новогодним вещам такое. Гадание на 7 стаканах. Тут набирается 7 стаканов, в них кладётся, либо наливается водичка и кладётся какой-то предмет, либо просто кладутся предметы в стаканчик разные, и, соответственно, обозначается самим гадающим, что значит каждый предмет для него. отворачивается, поворачивается 3 раза против часовой стрелки, обязательно против часовой стрелки, потом 3 раза по часовой, и ликом становишься к этим стаканчикам, не открывая глаз, и тыкаешь первый попавшийся. Вот что там будет лежать, то тебе на год и предрешено. Это тоже наше любимое гадание дома. И ещё наше любимое гадание, тоже расскажу, это гадание на листиках. То есть мы записываем на 12 листиках, таких маленьких, какие-нибудь желания, и один пустой, и кладём под подушку. Это вот с 5 на 6. Утречком мы берём и смотрим. Если пустой листик, то желания не сбудется. А если какой-то листик записи, что там записано, то в первую очередь исполнится в вашем новом году. То есть вот такие вот гадания. Его тоже опять, гадание на листиках, воски, гадание на 7 стаканах можно проводить в течение ну вообще всего, да, калядных дней. Вот. И ещё есть такое альтернативное, скажем так, гадание. Это гадание на бабах. Наверное, слышали, да, про такое? Да, где-то что-то такое слышал. Я сейчас просто расскажу, как это делать, очень быстренько. Мы делаем следующим образом. Берём в мешочек 41 фасолину. Можно разноцветные взять. Лучше даже будет, если разноцветные взять. 41 фасолину берём и высыпаем на стол вот эти вот 41 фасолину. И с закрытыми глазами разделяем её на 3 кучки. И в каждой кучке берём по 4 фасолинки. Отделяем. Значит, первую кучку берём, 4 фасолинки отделили, 4, 4, 4, пока не останется 1, 2 или 3 фасолинки. То же самое делаем со второй кучкой и с третьей кучкой. У нас получается, ну, очень похоже, знаете, на гадание на книге перемен. Видели там вот монетка так-так, и вот как выходит. Точно так же на бабах только вот наша русская. И, значит, вот эти вот выкладываем первый ряд. Что он будет означать? Первый ряд выложили. Первая кучка – это наши мысли-помыслы. Ну, то есть, нам задаваемый вопрос. Чётное – не сбудется или есть препятствия там какие-то. Нечётное – сбудется, то есть, свободно пройдёте. Второе – это наши чаяния. То есть, что такое чаяния? То, что мы не просто хотим, желаем, но и стремимся к этому. Опять-таки, стремление сбудутся, не сбудутся. Задача, цели – это вот именно вторая кучка. Третья кучка – это реализация тоже. Сбудется, не сбудется. Также можно будет на бабах более подробно погадать. То есть, разложить не одну там кучку, не три кучки, не один ряд, а три ряда. Тогда верхний ряд будет означать мысли, опять-таки, в трёх его проявлениях. Средний ряд будет означать чувства в трёх его проявлениях. И нижний ряд будет означать движения в трёх его проявлениях. Но опять-таки, для себя просто определите, что это значит. Я считаю, что каждый гадающий должен сам для себя определять методику, как он будет предсказывать. Ну, вот это вот очень легкий способ, очень интересный Ну, мне очень нравится лично гадать на бабах Делаю я это только в калядную неделю Для обычных дней у меня есть карты И Тару у меня, Союз Богинь И обычные карты, такие игральные, 52 штуки, которыми я гадаю Вот, то есть вот такие вещи есть Значит, что еще про Новый год хочу сказать На Новый год еще делается гадание на полотенце Это значит, что делается Для девушек, которые хотят парня найти Я бы скажу, что это даже не гадание А притягивание в свою жизнь, в свою судьбу молодого человека Хотя оно называется гадание на полотенце Значит, мы вывешиваем вышитое полотенчика Ну, хоть крестик на нем вышите Но пусть он будет вашими руками вышито Вышитое полотенчика на улицу На ночь И вот с первое на второе Либо с пятого на шестое В зависимости от того, как вы успеете Как захотите, пожелаете Вывешиваем это полотенце на ночь И значит, произносим Суженый, ряженый, приди и утрись Если утром полотенце мокрое Значит, скоро замуж выйдешь В течение 12 месяцев А если сухое, то не расстраивайся, не твой год Вот такие вот Такие максимальные гадания Сейчас я более подробно про гадания В дни расскажу 12 января у нас Давайте с водокрест начнем На водокрест что нужно делать? Какие обряды нужно делать? Подожди, давай сначала разберемся Вот ты сказала Значит, мы начали вроде с 6 января Но так плавненько и первого казались А чем отличается 1 января Начало года по светскому календарю От 6 января? Какая разница? Ну, 1 погадать или 6 погадать? В чем отличие? Значит, с календаря, то есть с 26 числа начиная По 1 идет подготовительный период То есть все предсказания идут диагностического характера То есть мы диагностику делаем В том числе с 30 на 1 или с 1 на 2 Мы еще делаем диагностику своего будущего Мы посмотрели, что же будет в следующем году На картах, допустим, разложили Что будет у нас в предыдущем году Какие события И это можно изменить С 1 по 6 уже более выявлен путь То есть уже начинает рэпер исходиться в одну линию То есть начинает прорисовываться путь И там уже корректировка более сложна Поэтому с 5 на 6 это когда уже корректировка уже край То есть у тебя остался один день, чтобы это все исправить Поэтому я рекомендую начинать прям с начала или хотя бы с 1 числа по 6 просматривать С 1 по 6 делаются магические больше обряды, нежели диагностические То есть вот как гадание на полотенце Мы притягиваем к себе суженого Или мы притягиваем к себе финансовые какие-то моменты Мы притягиваем к себе какие-то вещи То есть больше магическая работа уже по изменению судьбы идет в эти дни А с калейды до 1, до 2 это больше диагностические То есть надо понимать, что чем ближе к 5-6 числу Тем более магичны становятся дни И менее податливы для изменения судьбы Вот так я бы сказала Понятно Ну а теперь можно уже переходить конкретно по дням И 6 уже что-то рассказала Теперь там 12 у нас огненный меч Ну 6 я еще расскажу, что у нас кроме всего этого Делается куча вот этих вот Уже когда вы погадали себе и посмотрели Что у вас как-то все не очень И есть очистительные ритуалы для этого То есть очищение водой в том числе Почему на водокресте купаются, да? Потому что если у тебя судьба очень сложная То там идет как? Там проводится огнем и водой На водокрест То есть что мы читаем там Окунаемся в прорубь, читаем Жги вода от тела до красна Очищай меня Вымывай с меня всю тьму добила Дабы в чистоте жизнь моя, дух, душа моя, тело мое Дела мои То есть мы говорим можно от себя Но вот именно так И после этого нужно трижды прыгнуть через костер Идет очищение как раз То есть в проруби окунулись Тело выжгли, но холодом Водой омыли То есть идет стихия, да? Потом мы вышли на улицу босыми ногами по снегу Соответственно мы соединяемся с землей Вода, земля, воздух нас омывает И через костер То есть всеми четырьмя стихиями мы очистились Давай тогда уточним Водокрес в твоем представлении это что? Это очищающий праздник Почему именно водокрес или водокрес? Такое слово Кресение, кресение это наше древнерусское слово Крес, да? То есть означает очищение огнем вообще По факту, да? Крес это кресало, да? Знаем слово такое Когда высечение искры И на водокрес идет искра небесного огня погружается в воду И даже обряд такой есть То есть прежде чем купаться в проруби Всегда делается калядная искра огня То есть небесного Призывает утром солнышко И опускает эту искру к огненную воду Для соединения стихии огня и воды Мы то же самое на купалу видим, да? Крес это очищение То есть у нас даже слово крестный Пошел вот тот, который очищает Как таково Не крестный он даже называется Не крестный А именно Изначально было крестник Без всякого Т Почему? Потому что крес это Солнечный огонь, да? Чистота души Это очищение Поэтому день очищения водокрес Или водокрес Но как-то уже больше на языке Водокрес Хотя у нас в семье говорили Именно водокрес То есть получается Воду опустились Там говорим Слова очистительные Да Вода смывает Вода холодом очищает Потом выходим на воздух То же самое Ведь на воздухе тоже надо что-то сказать Наверное? Воздух это тоже стихия? Или не надо говорить? На данный момент нет Там именно вода Является очищающей стихией Именно 6 января Поэтому мы говорим Только в воде Выходим с земли Матушки Мы можем мысленно Просто послать запрос Когда идем потеком До костра В воздуху Точно так же Обратиться мысленно Но говорить слова Не нужно Это ни к чему То есть Мы обращаемся На водокрес Именно к воде У нас 4 стихийных Которые тоже В колос С водокресом У нас идут И эти 4 стихийных Они как раз По стихиям расписаны Но всегда Проходятся по 4 стихиям Всегда Какой бы стихия Не принадлежал Праздник Всегда проходим По 4 стихиям Только одна стихия Получается Доминирующая Главная Да Здесь у нас Главная вода Поэтому мы обращаемся Именно к воде Через огонь Можно прыгать Молча Или опять-таки Славить искру Небесного огня Или Мысленно просто Очищаться То есть Тут заговор Он ни к чему То есть Это Перегруз будет Может Чуть искренность Пошатнуться И уже не будет Такого прекрасного Внутреннего состояния Очищение Прошли дальше В этот день Что делать На водокрест надо Ну на водокрест В основном Как раз Корректировка судьбы И происходит То есть Это уже к магам Чародеям нашим Обращаемся К ведущим Людям Ведичам К жрецам Обращаемся Просить Вот именно Такие Очистительные практики Отрезание Привязок Каких-либо Отрезание Ингредиальных Вещей Ну Такие По изменению Судьбы То есть Очищение И После этого Изменение Судьбы Сам человек Не может сделать Даже вот У нас в семье Мы делаем Друг другу Потому что Ну Невозможно Человеку Который У которого Какие-то проблемы Внутренние Самому С этим справиться Лучше Конечно Привлечь К этому Стороннего человека Как минимум Из семьи Хорошо И вот ты говоришь Уже Шестого Января И надо уже Править Не просто Гадать А уже Править Да Вот мы Гадаем С пятого На шестое Как править Давайте Об этом Поговорим Править Ну Опять-таки Водой Очищаемся Я рассказала Что Это одно Из моментов Это очищение Водой И Опять-таки Идет Волховской Обряд То есть Когда В баню Обязательно Сходите Поправите Тоже Потому что Там идет Вода И огонь Опять-таки Вот Благодарность Воде Принесите Обязательно То есть Подарите Какую-нибудь Вещь Обратитесь К жрицам Наверняка На водокрест Не сами ходят А с кем-то Или вообще Находят Попросите Почистить Вас То есть Есть Определенные Очистительные Ритуалы Это очень Долго О них Рассказывать Там И Сжигается Одежда И Очищение Идет Либо Свечой Либо Воды Но Вот тут На водокрест Больше водой Очищают Но опять-таки В зависимости от того Какой стихии Принадлежит человек То есть Если он принадлежит Стихии Огня То его на водокрест Огнем Огнем очищают И водой Если К стихии Воды И земли То только Водой То есть Тут К воздуху Тоже Огнем И водой В зависимости Там очень много Нюансов Наверное Очень долго Рассказывать Но если мы успеем Я еще расскажу Тогда Хорошо Так Дальше 6 числа Ты все рассказал Про 6 Можем 12 Думаю Да 12 У нас Итак Огненный меч Перуно Что делается Какие Тоже Предсказания Делаются Зимние Там Смотрятся Отношения Между людьми Стоит проводить Гадания На Как говорится Любит Не любит А именно Как относится Ко мне Этот человек Какую ситуацию Привела К сложностям В отношениях Именно Смотрятся Взаимоотношения То есть Это предсказания На взаимоотношения Лучше всего делать На бабах На воске Или на картах То есть Это уже Более такие Ну более Профессиональные Направленности Предсказания Но опять-таки В празднике Их делать Может каждый Вот Что у нас 12 числа Это День справедливости Идет Значит Перун Считалось По легенде Что он Изгнал Темные силы И воткнул Священный Камень Свой меч Справедливости Ну да Мы знаем Как этот Король Артур И Почему В принципе Считал Что высшие боги Воткнули Этот меч Это действительно Это действительно Просто существующий Артефакт Который Существовал В свое время Это был Действительно Перунов Меч И считается Что этим мечом Он отрезает Людей От Их темных Поступков Но точно так же Покарать может Перун Он-то у нас Грозный бог Громоверец Да И здесь Пересекается Уже С Староедческим Календарем Как раз В эти дни День бога Перуна Тоже там Отмечается Да И в этот день Очищали люди Свои мысли Проводили Маранку Про Маранку Сейчас расскажу Значит Очищали поступки Речи Все что Внутреннее Такое Начинали Сорокодневный Безубиенный Пост То есть Безмясной Для обряда Изменения Судьбы Настребуха Весновей Но это уже Позже Думаю Мы как-нибудь Коснемся Ну вообще В общем Сорокодневный Пост И потом Выходили Прямо На 21 Число 21 Февраля По-моему У нас там Вот И как раз В те дни Тоже изменяли Судьбу Так что Сорокодневный Пост Для тех Кто не успел Изменить Судьбу Или там Что-то Очень серьезное 12 Есть возможность Сорокодневный Пост Провести Бывает Даже После самого Поста Значит На 12 Января Проходит Проклятие Бывали такие Случаи Когда даже Без действия Чародеев Это все Получалось Главное Что под души Шло Тогда Перун Нас Поддержит В этом Начинании Значит Хотела Рассказать Как маранку Делать Маранку Наверное Многие Знают Как делать Но расскажу Берем Листик Бумажки И Ручку Делаем Такое Незакрытое Яичко То есть Половину Яичка Верхнюю Скорлупку И Оставляем Немножко Поля Чтобы Потом Скорлупку В яичко Закрыть И Начинаем Муливать Вот как дети Мулюют На листочках Рисовать Каляки Маляки Писать И Вымариваем Свои Мысли Дурные То есть Обиды Злобы Вообще Идеально Когда Слезы Идут То есть Когда Эмоции Выразили Все это Высказали Все это Вылили То есть Максимально Раскрываемся Максимально Отдаем Вот эти все Эмоции В маранку Но маранка Это вообще Обряд Такой Который На многие Делаются Праздники В том числе И Перед Водокрест Водокрест Делается И перед Масленицей Обязательно Делается То есть Маранка Такой Обряд Сильный И вот Мы Намулевали 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 И яичко Это закрыли Когда мысли Закончились Обычно Уходит На одну Маранку Около Пяти Листов Бумаги Формата А4 И Пять Десять Ручек Шариковых Потому что Все выписывается Вымарывается После этого Нужно сжечь Вот И считаешь Когда сжигаешь Внутренне Освобождаешься То есть Отдаешь Здесь негатив Огню И просишь Простить Перуна За то Что Ты кого-то Обидел Тебя кто-то Обидел Что ты обиделся Без Признаков Обиды И что на тебя Обиделись Хотя ты не обижал То есть Вот такие четыре Пункта Нужно вымарывать И просить прощения Ты знаешь Когда ты про Маранку Рассказывала Вот как это все делается Мне вспомнился Обряд Который существует У староверов Природников Там правда Маранка Не листик бумаги Потому что Староверы Природники Листы бумаги Не использовали Очень долгое время И ручки шариковые тоже А там делалась Куколка Вот в масленичные дни На Красногор И она Все лет Весь год Ну все лето Хранилась До следующей масленицы И каждый раз Когда у человека Какие-то проблемы Или какая-то злость Он подходил И с этой куколкой Начал разговаривать Гладив ее Естественно руки не мыли Как вот они были Так и есть И вот руки Об нее вытирали 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 Говорили какие-то слова Что-то наговаривали Естественно за год На такой степени Замарывалось Потому она называлась Маранка И вот когда Да уже Красно Да-да И на день уже Красногора Когда вот эту куклу Большую собирали То есть там Не сжигали Как некоторые считают Марену там Или масленицу А они вот называли Большой маранкой Туда вот складывали Со всего селения Вот этих куколок своих А кто-то И даже и по две может быть Ну не знаю Какие варианты Еще могут быть Ну складывали В общем свою куколку Замаранную все И получалась такая большая Масленица-маранка Вот ее тогда сжигали Чтобы все вот эти Вот негативные мысли Все вот это зло Которое накопилось Недобро Оно вот уходило Провожали У нас в семье тоже Делали такие куклы Маранки Вот И кричали на них Только не руками мазали А кричали Ну Ну чтобы не на мужа кричать На куколок Ну да Но это тоже отработает Просто это более Такой современный Более Удобный способ Скажем так Вымарывания своих негативов Вот Ну обряд с куколками Тоже существовал Просто он очень сильно Магичен И Ну когда не умеешь Управлять своей энергией Эта куколка же Она тоже Ее хранят обязательно В красном Лоскутке Вот И в мешочке с солью Чтобы негатив Короче Не распространять Вокруг Ну да Но тот вариант Который ты Я рассказала Он очень достаточно Безобидный Никого Ты не сможешь Им обидеть Или что-то навредить Поэтому Ну висит она В каком-то своем уголке Для тебя Специально Подходишь Начинаешь с ней разговаривать Сжаришься ей Или какую-то обиду Ей высказываешь Или какой-то Негатив Который у тебя есть На кого-то И вот ее Поглаживаешь при этом То есть помимо Голоса Ты еще и Так вот гладишь Передаешь энергетику Я рекомендую Все равно В красной Тепочке Хранить Для того Чтобы других Всех Кто мог Нечаянно Или чаянно Эту куколку Потрогать Чтобы не перешел На них негатив Есть же еще Сказки Где присутствуют Куколки Например Есть сказка Сейчас не скажу тебе Название Где девочка Получила от мамы Наследство Куколку И она говорила Вот тебе нужно что-то Ты с этой куколкой Поговори Она все твои Проблемы решила Она все исполнит Вот даже такие Упоминания о куколках Есть и в наших Народных сказках У нас очень много Упоминаний о куколках Потому что у нас Вся жизнь была Связана с куколками Я К сожалению Не Обладаю Умением Их правильно Все делать У нас В семье делалась Только простая куколка Магическая Это Наипростейшая Обережница Еще по-другому Ее зовут То есть Это брался Три кусочка Квадратной ткани В них клалось Одинаковое количество Там приблизительно Ваты Или шерсти Все это красной ниткой Завязывалось Получилось Две сисечки Одна голова Все это вместе Связывалось И ручки делалось Из еще одного Кусочка ткани Просто складывалось Валиком И приматывалось И приматывалось Получалась Такая простенькая Куколка Вот То есть Она делается Недолго 15 минут Максимум И Такие куколки Вот у нас делали Делали еще Пеленашку То есть Это маленькую Такую лилялечку У нас Она называлась В семье Ну Куколки Маленькие Такие Совсем В виде Младенчика То есть Тоже Вариком Завернутые Ниточки Перевязанные Вот А так Как таковы В нашей семье Не сохранились Вот именно кукольные Да Я не умею Многие куклы делать К сожалению Но у нас же Это на Руси Больше мастерицы Делали Правильно И Всегда кукол Мы Либо просили делать Либо вместе делали Как-то Я помню Бабушка к нам приходила У меня бабушка Была полинария А соседка Была полина Они приходили Бабушка полина Она как раз Этих куколок делала А бабушка полинария Их заговаривала То есть Да Такие вещи у нас Они всю жизнь С нами куколки И на все случаи Ребенку Куколки делались На сон Вот Тоже делается Кукла обычная Но делается Еще зеленые волосы Либо зеленое лицо Либо она полностью Делается зеленое Это чтобы от страхов Полностью зеленую Куколку делали А у нас еще Есть куколка Танцующая Тоже делали иногда Помимо того Что ты сказала Если поставить на стол Постучать Она начинает А да Знаю таких куколок Но опять-таки Бабушка поля делала Но Как бы она не родная Бабушка Ну прабабушка Не родная Вот соседка наша Там мастерица была И танцующих куколок Они делали И вот Муж у нее делал Деревянных Вот этих вот Качающихся Куколок То есть Качелики С медведями И с кузнецом Вот эти вот делали Разную там Игрушку делали Резьбой по дереву Занимались Вот мастера настоящие Такие светлые люди Бабушка полянари С ним постоянно Дружила И вот они Делали нам Даже игрушки У нас все было Магично Все абсолютно Вот метла Та же Которым капище Очищаешь Вот смотрим Чем очищаем Колокольчики на метла Да Все очень просто Что есть в быту То используется Нужно ребенка Припекание сделать Вот у тебя Печь Есть Лопата Для печи Вот у тебя Тесто сделали То есть Все обряды Магии Древнерусской Они простые Они все То что есть в быту Никаких там Лапок Красной лягушки Червяка там Лесного И там Крылышек Летучей мыши Никаких таких вещей Не использовали Практически То есть В целительстве Надо какие-то Порошки делали Но Вот именно В магии Таких сложных Ингредиентов Так сказать Не использовали Все было очень просто То есть То что под рукой То ей Бытовой магией Использовалась Наши обряды То есть Все что есть Дома То может Служить Магическим Атрибутом Но она должна Использоваться Только для этого Вот как веничек Веничком Мы С углов Весь негатив Выметаем Бабушка Шла Вот каждый Мы каждый год Ходим Берем Вот березы Начали Сок давать Первые листочки Там у них Появились Мы идем Венички Набираем Такие березы Вообще Мы стараемся Природу не губить Поэтому стараемся Набрать березовые Веточки Которые на полу Лежат Это тоже Не возбраняется Абсолютно Делаем маленький Такой веничек Именно для Выметания Негатива И Противосолонь Весь дом Ометаем В такие праздники Очищающие Да и когда там Сора случилась Или еще что-то Тоже выметаем Вот этим веничком Березовым То есть Все это делается Все магические предметы Делаются у нас Просто Защитные там Обереги Допустим Как делаются В пятницу Пошел Рябинки Веточку нашел Пополаму Сломал Красной ниточкой Крест-накрест Обмотал Вот такой крестик Получился рябиновый Это оберег Очень сильный Вот Но опять-таки Лучше конечно Ничего не ломать Лучше с пола Собирать Вот все вещи Для оберегов Амулетов И талисманов Вот Ну вот То есть Вот такие Моменты Все у нас Очень просто Все чем мы пользуемся Все это Все имеет Магическую силу Мне кажется Наши предки Делаем гадания На кофе И гадания Не совсем Не совсем Все-таки Это наш напиток Не совсем Поэтому на нем Особо и не гадали Хорошо Если мы проговорили Про День Бога Перуна То в этот случай Наверное Можно теперь И к 28 января Переходить А кудесы Это когда помогают Предки Духи То есть Что-то такое Духи леса Например То есть Это уже кудесы То есть Работа с помощью Помощников И считается Что это еще Праздник домового Вот Поэтому Такой день Интересный И очень Обязательно Домовому Готовилась Кудесная каша Вот И Кудесную кашу Домовому Угощали обязательно То есть Утреннее Это обязательно Прямо Приготовление Начиналось 28 числа С приготовления Кудесной каши Кашу приготовили Уже начинается Гадание Если При готовке Каши Что-то со стола Упало Что-то не так Пошло Да Пригорело Еще что-то Домовой на вас Злится Значит В доме Какие-то нелады У вас Весь год Творятся И творятся Будут Значит Нужно что-то Править Изменять То есть Вот этот момент Прям Очень Говорили Благодарю тебя Батюшку Домовой Что подсказал Помог И Соответственно Начинали Уже Тут же Кармонизацию Делать Внутреннее Пространство И прощение Бежали Просить Друг у друга У домового И где грязно Убирать Начинали Значит Не до чиста Убрали Дом Или В мыслях Грязно Или В делах Грязно Так вот Если каша Не задалась То все Вот давай с этого момента Поподробнее Как все-таки Очищаться Я думаю Это сейчас Очень актуально В наше время Когда очень много Негатива Очень много Ссора Вокруг Как в этот день 28 января Пройти Обряды Очищения Нормализации Отношений И так далее У нас Очищения Идут Как У Чародеев Также Проходят Очищения В бане Угощают Банника Также Он тоже Является Одной С домовыми Значит В бане Идет Очистительный Обряд На Кудесы Обязательный Я так считаю Для нас Семьи Это Обязательный Обряд Это Очищение Полынным Веником Ну У кого Нет Бани Можно Распариться В ванной И Похлопать Опять-таки Полынным Веником У кого Полынного Веничка Нет Значит Что мы Делаем Идем В аптеку Покупаем Полынь Горькую Она Продается Ну Вот у нас 30 рублей По-моему Стоит В аптеке В красную Тряпочку Ее Заворачиваем И Этой Красной Тряпочкой Разогреваем Прям На пару Желательно Вот можно Либо от чайника На современные Да Условия Привожу Разогреваем Максимально Эту полынь И Причмокиваем То есть Как бы Стучим по себе Этим мешочком Выгоняем Все хвори Ну Это вот В условиях Когда Под рукой Нет полынного Веника Мы опять-таки Говорим О тех Обрядах Которые Можно Самостоятельно Сделать Да Но На кудесы Вообще Я могу сказать У нас дома Толпа Потому что Приезжают все Родственники Друзья И все К нам Выстраиваются В очередь Кто к кому И чтобы мы Провели Вот этими Очищающие обряды Такие Более серьезные Магические Ну Говорю Для себя Хотя бы Травками Почиститься Потому что День Очень Волшебный Очень Все что мы Делаем В этот день Оно все Магично То есть Угощение Домового И почитание Предков И заготавливание Что важно У нас делается Еще в этот день Это заготавливание Громничных свечей То есть Льется Громничная Свеча И если Свечи Покупаете То на Громницу Они должны быть Перевязаны Красной Ниткой То есть Мы Изготавливаем Громничные Свечи Обязательно Кудес У нас целый Обряд У нас целый Праздник У нас собирается Очень много Людей Мы Семи Берем Вот эти Свечки Их Обматываем Когда можем Там из воска Заливаем Опять-таки Если из воска Заливаешь Надо смотреть А как Капнул воск Мимо свечи А как Потек А свечка Полностью Или не полностью Потому что Одна свеча Должна быть Большая На долгий То есть На весь год Чтобы его хватило Громничная Свеча Используется И на Свадьбы И на похороны И на болезни И на здравие То есть Мы берем Эту свечку В любых Непонятных Ситуациях Как говорится В любой Непонятной Ситуации Жги громничную Свечу Говорил Фрадед То есть Свечкой Гармонизируем Пространство Очищаем Провожаем Душу Что в свадебном Обряде Уйдет Проводы Из одного Рода В другое Что В поминальном Что при рождении Ребенка Громничную Свечу Зажигать То есть Это такая Одна Большая Свеча Она Обязательно В доме Должна быть Сделанная На кудес И заговоренная В громницу И вот Этой Громничной Свечой Когда мы Ее льем Или Берем Из магазина Покупную Обматываем Надо смотреть Что с ней Происходит Скололось Значит Что-то Не так В доме Опять-таки То есть Все было Гадальным Абсолютно Кашу Рассыпал Там Еще что-то Все это Подсказки То есть Этот день 28 числа Нужно слушать Все Абсолютно Это очень волшебный День И мы его Очень-очень Важненько Слушаем Вот Так Ну что еще Рассказать-то Про него Про угощение Домового Давайте Расскажим Давай-давай Вот Ну У нас Кашу Делается Она Просто Просто На рассвете Часов 6 утра Лучше всего Делается Ячменная Каша Значит Лучше Приправить Сухофруктами Или с луком Но главное Чтобы она была Вкусной Вот Всей семьей Она готовится Каждый Если не готовит Помешать должен Хотя бы ложечкой Потом Эту Кашу Дается Домовому Первый кусочек Вот И Еще подарки Домовому Тоже дается И выбирается Домового Значит Если он Девочка То он будет Таскать Там Всякие Расчески Кисти Для рисования Гребни Там Игрушки Детские Значит У вас Домовой Девочка Если Мужские Какие-то Там Хозяйственные Вещи Отвертки Часы Карты Таскает Все что угодно Да То значит Это у нас Домовой Мальчик Вот И по полу Мы его задабриваем Либо Обращаемся Батюшка Домовой Либо Матушка Домовиха Вот мы Обращаемся Если Батюшке То Дедушка Ладный Да хозяин Опрятный Ты семья Наша Потому Тебе Кудесная Каша Кушай Кашу Да Берегай Семью Нашу А если Домовихи То Бабушка Ладный Да хозяйка Опрятная Ты семья Наша Потому Тебе Кудесная Каша Кушай Кашу Да Берегай Семью Нашу То есть Своими Словами Ну вот Такая Вот Обращаемся Просто Вначале Либо Матушка Домовиха Либо Батюшка Домовой И вот Кормим Если Есть Имя У Домового Обязательно Лучше По имени Называть Вот И Также С банником Поступаем Всех Накормили После Этого Каша Обычно Идется На Мы На Капище Справляемся До Этот Праздник То есть Мы Идем На Капище Часть Каши Ставим Предкам Часть В Кастричи Часть Сами Едим То есть Только После того Как Всех Обойдем Садились Завтракать Вот Интересно Но Громничная Свеча Становится После того Как Ее Заговоришь Уже Громничную Мы Делаем После Всего То есть С утра Мы Делаем Кашку Вот Я так Кратко Расскажу Потом После Кашки Идут Очистительные Обряды Потом Делаются Громничные Свечи Можно Поменять Места В зависимости От Внутреннего Состояния Вот Также Создаются Береги Талисманы То есть Изготавливаются Не заковариваются Именно Изготавливаются Чтобы Заговорить Их На Громницу Тоже Громница У нас Очень Волшебный День Который Мы Очень Все Любим 2 Февраля Проводим Вот И то есть Заговоры Читаются И К вечеру Уже В баньку Все Идут То есть В середине Дня Мы Делаем Поделки Свечи Талисманы И все Остальное Соответственно И И Предсказания У нас Идут В течение дня Вот Что вам еще Про 28 Рассказать Я имел ввиду Другое немножечко Что Все-таки 28 января Изготавливается Сама свеча А уже На 2 февраля Соговаривается Да А что тогда 2 февраля Делается 2 февраля Собираются На капище Обязательно И Если Такого Возможности У людей Нет То Ну Хоть как-то Нужно Собраться В семье Хотя бы Всей семьей И Считается Что Искр Да Идет искра Небесного огня То есть Встречаем Солнышко На капище Опять-таки Берется Искра Калядного Костра Как на 6 января Так и на 2 февраля Вот То есть Это Кусочек Полина Которые Сохранили На каляду Вот И Кусочек Вот этот Мы берем И эту искрку Кладем в костер И костер Загорелся Мы свечку Поджигаем Можно хоть На свечу Положить И от свечи Зажечь Маленькие Чтобы дома Можно было Сделать И от свечи Поджечь Все громчные Свечи Которые были Изготовлены Чтобы Так называемо Опалить Свечу То есть Чтобы у нее Кончик Подзагорелся Чтобы она В работе Была И Естественно Мы заговариваем На что-то Это на Здоровье Это на Общая Свеча Допустим Это на Денюжки Это на Любовь То есть Заговариваем Определенным Заговором Эти свечи И 2 февраля Собирается Кругом Почему кругом Круг усиливает Энергию И направляет В этот Свечи Максимальное Количество Энергии В тот Момент После того Как Опалили Кончики И Вот Они После Этого Являются Заговоренными И на Весь Год А Какого Размера Эта Громничная Свеча Должна Любого От Тоненьких Смизинчик До Больших В зависимости От того Что хотим С ними Делать Мы Делаем Разные Значит Тонкие Свечи Используются В работе Магической Большие Свечи Это Вот Имя Удобно Головой Провести Обряд Очищения Сделая Имя Удобно Поджечь На Свадьбу От Болезней Но мы Две Свечи Делаем Одну На Темное Другой На Светлое То есть Все Убираем Одной Свечой Другой Все Привлекаем Вот И Это Две Большие Свечи А Маленьких Делаются Разные Там На Любовь На Деньги И Потом Их Поджигать Когда Нужно Лучше Пять Маленьких Сделать Чем Одну Большую Но Это Мои Личные Рекомендации А там Как Душа Ложится Так Мы И Делаем Хорошо Скажи Пожалуйста А 28 Января Какие-то Гадания Помимо Обрядов Общения С Домового Кормления Домового Банника И Изготовления Заговаривания Громничных Свечей Делаются Ну Все Делается Говорю Вот Те Которые Такие Универсальные Это Гадания На бобах На воске На картах Это Вот Такие Общие Делаются Но Мы На Кудесы Нам Реально Некогда Все Это Проводить Гадания Редко Гадаем Но Мы Смотрим В течение Дня Какие Нам Знаки Дают Я бы Тоже Рекомендовала Но Если Время Есть У Людей У У нас Времени Не Обязательно Предсказывали Судьбу На ближайшие Три Месяца Потому Что Очень Точные Предсказания Мы Смотрим Обычно Семьей Судьбу На Весь Мир Что Мы Можем Исправить Какие Предстоят Нам Глобальные События Что Мы Можем Исправить В Кудес Это Более Глобально На Кудес Это Глобальные Такие Вещи Смотрятся По поводу Свечей Еще Хотелось Уточнить Существуют Свечи Как минимум Я имею Ввиду Трех Видов Первая Это Обычная Свеча Которая Везде Применяется Когда Отливается Внутри Фитилек Вторая Это Когда Раскатывается Воск И Внутри Фитилек Закручивается Такие Свечи Тоже Есть Когда Отливать Не в чем Просто Блинач Раскатывается Закутывается А третья Когда Берется Какая Пложка Не очень Широкая Туда Заливается Воск Внутри Более Толстый Фитилек Вставляется И Туда Заливается Трех Видов Свечи Как Минимум Я знаю Какие Свечи Какого Вида Громнич Должны Без Разницы Абсолютно Любого Подойдет Но Я Тима Сказать Что Удобнее Работать Именно С Отливными Уже Готовыми Свечами Которые В формочке Заливаются С ними Просто Удобнее Работать Потому Даже Делаем На Громницу Мы Повиваем Свечи Так Называем Берем Три Свечки Тоненькие И Свиваем Их В косичку Скручиваем Друг между Собой Три Семь И девять Девять От проклятия Семь От порчи Три На Серьезной Ситуации Решение Мы Скручиваем Получается Три Фитилечка Семь Фитилечков Или девять Так Я могу Сказать Чем Больше Фитилечков Тем Быстрее Она Сгорает И Самокрутная Тоже Свеча Сгорает Достаточно Быстро В работе Это мало Удобно Но Это С точки Звания Магической Работы А так Кому Как Нравится Некоторые Вот такие Свечки Там Предпочитают Некоторые Такие Я Больше Люблю Вот Именно Отливные Но Опять Так Это Моё Предпочтение Каждый Должен По-своему Судить Как Какая Должна Свеча Хорошо Не забываем Что идут Все-таки Новогодние Праздники Это Веселье Радость Помимо Гаданий Помимо Каких-то Волхавских Ворожбы Магических Ритуалов Есть Какие-либо Светские Рекомендации Людям Для того Чтобы Они могли Как-то Более Правильно Эти каникулы Распределить Своей жизни Новогодней Я рекомендую Что У нас Опять-таки По внутренним Состояниям Семьи В калядные Праздники Лучше Вообще Заниматься Внутренним Состоянием Духовным То есть Максимально Радоваться Кататься С горок Если позволяет Погода На коньках То есть Калядное Время Это Магическое Время Как ты Проведешь Так ты И 12 Месяцев Проведешь То есть С Нового Года До 6 Января У нас Остается 6 дней Но Вот с каляды Считалось Вот как ты 12 дней Проведешь На будущее Людям То Так в принципе 12 месяцев Проживешь Поэтому Соответственно Никаких Ссор Только Радость Только Счастье Только Веселье Если есть Возможность Не работать Почему правильно Я считаю Что наши Власти Делали Выходные В эти дни Потому что Действительно Человек С магической Точки Зрения С энергетической Он должен В эти дни Отдыхать Какие-то Внутренние Заботы По дому Конечно Делать Нужно Но Основная Должна Быть Цель На Праздность Это Единственное Время В году Когда Можно Так себе Позволить Резвиться Целую Неделю И Ничем Особо Не заниматься Это не будет В тягость У нас Дровами Мы топимся Конечно Приходится И дрова Подрубить И Печку Топить Но В любом Случае Время На праздники Остается И вот Новогодние Праздники Лучше провести Прям Очень По-радостному В Перу Ну в день 12 января Радость Там как таковая Не сильно уместна Там Можно радоваться Только за Тот момент Что ты Конкретно Обида Отпустил Там идет Больше Духовная Проработка Кудес Это конечно У нас праздник Такой Радостный Как и Громница 2 февраля Это очень радостные Праздники Его нужно провести Тоже В хорошем Настроении Вспомните Детство Детство Это самое важное Чем Глубже Мы уйдем В детство На вот эти Праздники На Кудес На 6 января На Калядные Праздники Чем глуже Мы уйдем В детство Тем мы Моложе Будем Потому что Вспоминая Детские Какие-то Свои внутренние Состояния Мы переносим С себя В детство То есть Мы делаем Регенерацию Организма Мы Душу свою Возвращаем К нашему Детскому Возрасту Поэтому По максимуму Веселиться Вот что я рекомендую В эти дни Благодарю И еще надо отметить Что исходя Исходя из того Календаря По которому Ты существуешь Живешь Свою жизнь Проводишь То есть Кудесы зимние Есть кудесы Еще весенние Кудесы летние И осенние И осенние Свою жизнь Возвращали Раз Мне осталось Пожелать вам Здравомыслия Пожелать вам Всего самого Доброго Напомнить Что вы Слушали Народное Славянское Радио По теме Гадание В зимние Праздники Автор Соведущая У нас сегодня Была Лада Ведунь За что И низкий Поклон А вам Всего Самого Доброго Всем здравия До свидания Добра Услышимся И летит И на крылатом Коне Русь Далекие Тысячелетия Русь Народное Славянское Радио Все нужно Все важно Редактор субтитров Корректор А.Егорова